Уважаемые телезрители, тема сегодняшней нашей передачи острая, глободневная и очень важная. И она касается всех нас вместе с вами. Речь пойдет об экологии, о декарбонизации не только экономики, но и, наверное, всего общества. И сегодня наш гость, весьма компетентный человек в этом вопросе, директор Института геологии и нефтегазовых технологий, проректор КФУ по направлению нефтегазовых технологий, доктор наук, профессор Данит Карлович Нургалеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а с вами журналист Альберт Бекбов. Данис Карлович, сегодня тема декарбонизации заполонила буквально все информационное пространство. Не проходит ни одного дня, когда не становится известно о каких-то новых инициативах, о горячих спорах по этому направлению. И лет уже, наверное, 20, как вот эта вся истерия бушует вокруг понятия антропогенное воздействие человека на природу, как с ним бороться, глобальное потепление темы. Наш Казанский федеральный университет давно уже делает достаточно большие шаги в изучении этих тем. И вот буквально совершенно недавно, ну как недавно, год назад Минобразование Российской Федерации сделала, издала приказ о карбоновых полигонах. Было изначально 8 карбоновых полигонов, и восьмым должен был быть Татарстан. И у нас, насколько мне известно, наш Казанский федеральный университет выступил как хедлайнер этой программы. Он сейчас ведет достаточно активную работу по карбоновым полигонам. И я хочу сказать, пока, конечно, нас немножко опередили, вот буквально в августе этого года в Тюмени первый карбоновый полигон образовали, и в связи с этим у меня к вам вопрос. Что такое карбоновый полигон? Объясните уж, пожалуйста, для наших уважаемых теледрителей. И для чего он нужен, и как вообще работа с этими карбоновыми полигонами относится именно к теме экологичного, ответственного отношения к жизни, к окружающей среде? Да, действительно, вопрос такой очень злободневный. Все время о нем говорят, каждый день буквально. И все крупнейшие форумы, которые проходят, экономические форумы, там, Дальневосточные, там, Питерские, значит, другие форумы. Да и у нас тоже. И вот, значит, 31 августа и 1 сентября в Казани состоялся нефтегазохимический форум, на котором тоже главным вопросом был вопрос декарбонизации. Почему это всех волнует? Ну, я, как сказать, буквально пару слов. Действительно, климат меняется. То есть, со времен, вот, значит, эпохи, когда люди начали использовать, значит, топливо, ископаемое именно топливо, значит, начался рост, значит, содержания в атмосфере углекислого газа, и параллельно начался рост температуры, который вот сегодня уже вырос, больше на один градус, с начала века выросла температура, и по Парижскому соглашению, которое было подписано, вот, в том числе и Россия была ратифицирована, это соглашение, до конца века мы должны удержать не более полутора градусов. И меры, которые приняты, вот, в Парижском соглашении, принимаются, значит, по Парижскому соглашению, они, может, даже не позволят это сделать, потому что температура будет подниматься, содержание углекислого газа будет подниматься. И, конечно, это проблема планетарная, общепланетарная, глобальная. И здесь, конечно, нужно проводить исследование о том, что действительно, как это происходит, значит, выделение, эмиссия, говорят, парниковых газов, это не только углекислый газ, это и метан, окислоазота, другие газы, вот, и, кстати, пары воды, наиболее, так сказать, сильный эффект парниковый оказывает на нашей планете. Вот, и зачем нужны карбоновый полигон? Да, значит, в России вопрос этот обсуждается уже давно, но за рубежом, в Европе, этот вопрос уже там несколько десятилетий, значит, является очень остро стоит, и некоторые страны уже давно перешли и ввели карбоновый налог, углеродный налог ввели, и активно переходят к возобновляемым источникам энергии. Ну, во-первых, потому что у них нет ископаемого топлива, как бы, да, и, с другой стороны, как бы, они поддерживают вот эту инициативу прекратить, значит, выпуск, эмиссию парниковых газов за счет, значит, техногенной, антропогенной деятельности. Вот, и в России тоже начали создаваться карбоновые полигоны. Но сегодня, вот, буквально вот 8 сентября вышло дополнение вот тому приказу, о котором вы говорили, и сегодня в этом приказе фигурирует 8 полигонов, среди которых вот два новых полигона появилось, это Татарстанский и Московской области. Вот, и в этом приказе оператором по карбоновому полигону назначен Казанский федеральный университет. Вот, и мы, в принципе, уже несколько месяцев активно работаем в этом направлении. У нас уже есть, как бы, бизнес-партнер, значит, государство, значит, татарстанское правительство, и президент Татарстана Руслан Другович Мениханов, он поддержал вот создание полигона, и у нас есть бизнес-партнер в лице Татнефтехимин восхолдинга, вот. И сегодня разработан уже план проведения мероприятия, работ на этом полигоне, и вот сегодня началось закупка оборудования, и параллельно ведутся исследования. Что такое карбоновый полигон? Карбоновый полигон — это некая такая, знаете, единица научно-образовательная, на самом деле. Это больше научно-образовательная, она не производственная, именно с точки зрения науки и образовательных вещей, то есть объяснить людям, что это такое, зачем это нужно, как в этом направлении двигаться, это одна из целей. А другая цель состоит в том, чтобы понять, а какие природные системы участвуют в эмиссии углекислого газа и секвестрации, так называемая поглощение углекислого газа. То есть вот мы знаем, дерево растет, оно поглощает углекислый газ, превращает его в углерод, и дерево растет, и оно тоннами накапливает углерод. Это вот секвестрация углерода. Но в то же самое время дерево и дышит, и потом, когда листья опадают, они гниют, и опять-таки все это превращается в углекислый газ снова, то есть есть такой оборот. Не факт, что, скажем, лес какой-то, он только занимается секвестрацией, он в то же время и выделяет тоже. И в зависимости от того, какой будет климат, как он меняется, один и тот же лес может выделять углекислый газ, может его больше, скажем, больше секвестрацией заниматься этого дела. И вот мы знаем, например, почвы. Раньше говорили, что были черноземы такие, по полтора метра на юге России. Они куда-то делись, потому что мы их обрабатывали неправильно. Этот углевод, который был там в этих почвах, он окислился, ушел в атмосферу. Вот тоже, да. То есть на сегодня наиболее такими крупными отраслями, которые выделяют углекислый газ или вот другие парниковые газы являются металлургия, это производство стали, производство алюминия, производство семента. Ну, вы знаете, нефтехимия — это не самое главное. Энергетики, сельское хозяйство, нефтехимия, в конце концов. То есть они обозначены в том документе, который буквально в июле европейское правительство выставило всем на обозрение. И опять-таки, в чем еще одна важная роль карбонового полигона. То есть сегодня во всем мире таких карбоновых полигонов тысячи. В какой-то небольшой стране, типа Германии, сотни этих полигонов, это точки, в которых происходит исследование, как происходит эмиссия и секвестрация углекислого газа в каких-то, скажем, обстановках биологических. Лес, болото, поле, сельскохозяйственные угодья, выпасы какие-то. И именно там происходит подсчет вот этого баланса, выделяемого и поглощаемого баланса. Почему именно биологические системы рассматриваются? Потому что именно эти системы, они могут секвестрировать углекислый газ теми миллиардами тонн, которые мы сегодня. Сегодня мы выделяем силовейство в целом 36-35-36 миллиардов тонн углекислого газа. И в принципе, например, биологические системы, вот я просто один такой пример приведу. Если, например, буквально на полпроцента увеличить содержание углерода в почвах, во всех, по всей планете, то это покроется. Вот эти 36 миллиарда будут поглощены. То есть биологические системы, это наиболее мощные системы, которые могут поглощать, вот они выделяют и поглощают углекислый газ. То есть естественные системы. Это и море, это и болото, реки, мелководья разнообразные, тайга, степи. Вот это все нужно изучать. И полигоны, значит, одной из задач является то, чтобы они изучали их, и все это было сделано на мировом уровне. Чтобы, скажем, наши исследования, которые мы сделали в нашем полигоне, они были приняты мировым сообществом. То есть это какие-то стандарты, да? Да, какие-то стандарты есть, есть методы подсчета. Вот сегодня, например, говорят, вот леса в Финляндии, они там поглощают, там, типа вот 6, 8, там 9 тонн углекислого газа, значит, в год, да? А российские пять раз меньше. Почему? Ну, потому что у нас никто этого не исследовал, не изучал, да? И вообще очень мало сегодня данных о том, как почва секретрирует углерод. Вот в России, например, да? То есть на Западе очень было много программ, даже мы в одной из программ участвовали, это почве Евросойл. Это называлась большая программа. В Европе изучали не только почвы, которые не находятся в обращении, но и те почвы, которые находятся в сельхозобращении. То есть они используются уже, эти почвы тоже изучаются. То есть за рубежом это все ведется. Теперь в России вот мы тоже, значит, такие пункты создаем, карбонные полигоны, на которых мы должны изучать, как происходит выделение и секвестрация углерода, углекислого газа, и как можно использовать, выращивая какие культуры, можно, значит, больше секвестрировать углекислого газа. Вот. И потом уже, значит, разрабатывая вот эти технологии, методы, значит, нужно эти технологии, методы передавать, например, каким-то, так называемым, карбоновым фермам, да? Вот вы, например, живете, вы купили там 100 гектар леса, построили себе домик, взяли вот эти технологии, и вот на этих вот 100 гектарах леса вы живете себе там, и ваше занятие, ваш бизнес состоит в том, что вы занимаетесь секвестрацией углерода, а потом эти квоты, которые вы, скажем, нарастили, да, вы их продаете там на бирже в Китае, там, в Америке, в Европе, пожалуйста. То есть, в принципе, это вот некий такой бизнес будущего, и считая, что в России, например, тайги, там 15-17 миллионов гектар тайги есть, да, то такой бизнес вполне возможен в России тоже, потому что Россия такая страна, в которой огромная территория, огромные биоресурсы, которые позволяют вот это все делать. Легкие планеты, мы бываем. Да, ну да. И потом, у нас, в отличие от Германии, от каких-то других стран, да, у нас огромные возможности для этого. У нас огромная территория, самые разнообразные биоресурсы, значит, биологические системы, там, болото, степи, пожалуйста, это разные, как бы, системы, которые по-разному, значит, это обмен углекислым газом. То есть, насколько я понимаю, вот карбоновый полигон, это некие полевые лаборатории, в которых трудятся специалисты разных направлений, то есть там, наверное, должны быть и физики, и метеорологи, и геологи, и здесь какой-то междисциплинарный подход, да, должен быть. Математики, айтишники. Айтишники, да, и здесь какие-то должны быть стандарты выработаны, единые, которые по всему миру, на всех карбоновых полигонах, да, работают. Да, конечно. То есть, вот эти ученые, они, в конце концов, выдают вердикт, как та или иная территория работает вот по, либо по эмиссии, либо по абсорбированию всех этих парниковых газов, как она это все перерабатывает. Правильно я допонимаю? Абсолютно правильно, да, абсолютно. И наш Казанский федеральный университет здесь сейчас определяется, сейчас, да, насколько вот я пока готовился к передаче, я услышал, вернее, прочитал такую версию, что три участка определили, один в заповеднике Нижняя Кама, второй на юго-востоке, около там Альметьевска и в Раифе. Но вот конкретное место пока определено. Да, конечно, вот, конечно, мы будем проводить исследования на всех участках, которые вы назвали, да, потому что нас интересуют разные ситуации, разные биологические системы. Значит, вот сегодня мы планируем основную площадку сделать вот в районе обсерватории, в районе Раифского заповедника, заповедника в этом районе, поставить там вышку, на которой будет установлено оборудование, и которое будет круглосуточно, ежегодно, круглогодично вести, значит, вот такие наблюдения, да, в автоматическом режиме, и, значит, люди будут приезжать, тоже будут проводить какие-то исследования, да. Вот. Другой участок, мы тоже нашли его, интересный. Почему лес, дело в том, что в Татарстане не так много леса, вы знаете, да, площадь, занимаемая лесами, не такая большая, и мы подумали, что совершенно необходим еще один участок, который связан, скажем, с болотами, с мелководьями, с пашнями, значит, пастбищами, то есть вот такая территория, нами тоже подобрана, она тоже находится недалеко от Казани, здесь. То есть это разные участки. Да, то есть разные участки. И, конечно, мы, наверное, будем проводить наши исследования и в Камском заповеднике, да, и на Юго-Востоке, значит, где степная зона начинается уже, да, то есть в разных местах. То есть, в принципе, базовый карбонный полигон будет находиться вот там, где уже есть инфраструктура, потому что это связано и с обучением студентов, и с приглашением специалистов, значит, с проведением разнообразных конференций, да. Это вот район обсерватории, где вот, значит, Волжскамский заповедник, значит, вот Раисский заповедник, где-то вот в этом районе, да, вот в этом районе будет строить эта вышка, и мы будем получать самую главную информацию оттуда. И выносная, переносная вышка, которую мы обычно будем использовать на территориях, значит, водных, мелководий или болот, или в степных зонах, она будет располагаться вот недалеко тут у нас от нас на Волге, вот там, где у нас находятся биостанции. Там тоже у нас есть база, там наша земля есть федеральная, университетская, и вот мы там ее будем тоже проведить эти исследования. То есть даже не три участка, а множество. Ну, участок будет, по сути, один-два, да, но исследования будем проводить на многих участках, потому что нас интересуют разные ситуации, разные, значит, биологические системы, которые есть в Атарстане. Итак, все-таки будут в конечном итоге какие-то проведены исследования по стандартам, да, об этих исследованиях будут опубликации, конференции, мы уже приглашаем специалистов, чтобы пообщаться с ними, потому что очень важно именно международное общение, чтобы вот наши исследования были максимально приближены к стандартам. Да, они должны быть приняты мировым сообществом, да, уровень у них очень высокий, они публикуются, вот такие есть данные хорошие, и оборудование хорошее, специалисты хорошего уровня, мы, конечно, должны общаться. То есть мы вот собираемся в Германию, в Финляндию, они собираются к нам приехать, и мы вот будем вот это вот взаимодействие развивать, и, в общем-то, государство для этого выделяет деньги, и наш бизнес-партнер тоже выделяет свои средства, так сказать, которые вот необходимы для закупки этого оборудования, для проведения этих исследований, для общения международного, для приглашения специалистов, для поездок туда, чтобы наши специалисты, молодежь наша выяснила там, как все это работает, и все это было сделано на мировом уровне. Вот это очень важно. Ну что ж, благое дело, хочется пожелать действительно успехов в этом направлении, но давайте вернемся вот к тому, к той шумихе, которая сейчас стоит вокруг темы декарбонизации экономики, общества. Уже лет 20-25 идут, я уже, когда начинал передачу, говорил это, что практически дня они проходят, чтобы о той или иной инициативе, или те или иные споры не возникали. И вот это исследование, что сейчас мировая температура, средняя температура по больнице, вернее, средняя температура по миру выросла на один градус, это уже привело к тому, что, допустим, в три раза вырос уровень аномальных засух. И мы наблюдаем сейчас, даже видим последствия этого, вот, например, уже в Европе то же самое, несколько уже лет подряд, очень жаркое лето. У нас в средней полосе, особенно в Татарстане, пока какого-то особого нету, я вот не вижу, например, ну да, лето было, это жаркое было, ну и зима была морозная, то есть вот и возникает, конечно, и скепсис по поводу этого глобального потепления, то есть вот те люди, которые живут здесь, они говорят, ну, какое глобальное потепление, смотрите, какая морозная, хорошая зима была, со снегом, замечательная зима, а лето какое хорошее. То есть я вот там, допустим, весной был в Стамбуле, приезжаю сюда, а здесь теплее и лучше, то есть как-то вот такое, это совершенно очень неожиданно, получается, у нас Татарстан становится все лучше и лучше в плане климата, а у других какие-то, это вот у американцев какие-то совершенно сейчас бушует, пробушевал один ураган, сейчас они второе ждут с ужасом. В Европе аномальная совершенно погода, и уже появилось понятие климатические беженцы, вот, ваши вообще, вот скажите, серьезно это вообще все, это глобальное потепление или нет? Нет, ну, конечно, смотрите, вот, да, вот вы правильно сказали, значит, меняется климат и, значит, такие вот аномальные явления участились, да, вот почувствовать, скажем, увеличение температуры на один градус, ну, очень сложно, да, сказать, что вот, да, у нас потеплело, потому что, да, у нас похолодало, вот, самое главное, что климат стал изменчивым, он стал неустойчивым, вот любая система, которая, значит, уже работает, там большая такая система работает, вдруг какой-то появился новый источник, какой-то вот углекислый газ пошел, значит, да, и вот парниковый эффект, скажем, вот, который естественный был, да, он нарушился, да, вот любое нарушение такой большой, очень сложной системы, оно неизвестно, чем приведет, да, как говорит, эффект бабочки, помните, да, маленькая, какой-то здесь, может вообще к какому-то, какой-то катастрофе привести в другом месте совершенно, да, вот здесь работает именно такой эффект, то есть мы замечаем, да, действительно, что стало очень много таких вот ураганов, катастрофических явлений, вот, да, действительно, но, опять-таки, статистика, вот, какая статистика к этому есть, да, вот я приведу один большой такой интересный пример, и вы понимаете, что действительно, да, вот раньше все это тоже было, да, в свое время была заселена Америка, Северная Америка. Люди из Европы на кораблях с семьями, с детьми плыли в Америку. Вы можете представить, что нормальные люди с нормальной головой погрузят свою семью на эту утлую суденушку и через Атлантику поплыут в Америку жить. Там еще и индейцы были, враждебная территория. Да, индейцы, ладно, они об этом не думали, но их что-то толкало. Толкало голод. Климат в это время был очень плохой. Был не урожай. И им было либо умирать здесь, либо умереть уже в торме с разбитым этим кораблем. То есть не просто так же люди ехали. Это все климат двигал людей. Есть в Казани памятник Гумилеву Николаевичу, в центре Казани стоит. Очень хороший памятник. Он занимался тем, как климат влиял на все процессы исторические. Вот действительно климат очень сильно влиял. И мы знаем в недалекой истории, что очень много было таких климатических явлений, процессов, которые привели к тому, что огромную массу людей мигрировали из одного места в другое место. И ни один завоеватель не мог выйти в степь, чтобы кого-то завоевывать, если была в степи засуха. Он сидел дома. Как только степь зацвела, все, пошли кого-то завоевывать. То есть мы знаем очень много примеров, что климат менялся. Это все приводило к каким-то катастрофическим явлениям. Один малый ледниковый период. Малый ледниковый период, да. Очень много таких примеров. И поэтому сегодня сказать то, что вот, да, это вот, наверное, статистически можно. Но помните, Марк Твен говорил, есть ложь, наглая ложь и статистика. Статистика тоже может по-разному. Я говорю, что все это, сказать, что все 100% доказано, вот именно по данным, да, вот, что мы почувствовали, что температура стала на градус выше. Но это трудно сказать, да. Это нужно осреднить как-то температуру, показать. Вот. Но, с другой стороны, все модели и то, что идет выделение углекислого газа, повышенное выделение. И вот масса этого парникового газа, мощного парникового газа, который просто был в атмосферу, совершенно четко известна. И это коррелирует с этими процессами сегодня, да. Оно говорит, да, господа, процесс это происходит. И с точки зрения науки, вот с точки зрения тех моделей, которые мы можем сделать и посчитать в компьютере, да, действительно, такое может происходить. И если, скажем, это будет продолжаться в том же духе, то к концу века, вот если мы не астрономим, температура может повыситься на 3 градуса. Более чем на 2,5 градуса точно. И, наверное, даже при соблюдении условий Парижского соглашения это может произойти, а это уже очень много. То есть к чему это приведет, как это будет происходить, как это будет в конкретном месте происходить, совершенно непонятно на сегодня. Понятно, что уровень моря будет повышаться. Льды, которые сегодня, вода, которая в ледниках, она будет таять и вытекать в мировой океан. Уровень мирового океана будет подниматься. Скажем, если мировой океан поднимется на 1 метр, многие островные государства исчезнут. Люди, которые вообще никакого вклада в эту парниковую историю не делали, они потеряют свои страны. Венеция утонет. Северная, значит, Европа, восточный побережье Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорк, эти болота с своими болотами. В Западной Сибири мы будем иметь нефтяные месторождения морские все, ну, к примеру просто. То есть масса таких вещей будет происходить. Это предсказывается моделями, которые сегодня есть. И они вполне достоверные такие модели. И эксперты мировые считают, что да, это правильно все. И поэтому, конечно, человечество поняло, впервые, наверное, в истории человечества поняло, что нужно как-то вместе всем объединяться и что-то предпринимать, чтобы вот это все не случилось. Потому что пострадают не только те, кто, скажем, сделал вклад в эту катастрофу, но и те, кто вообще отношения к этому делу не имеет, да, эти люди побегут от этих стран, прибегут от других стран, и возникнет масса политических проблем, экономических проблем, то есть социальных. Это все будет, мы все это будем иметь, мы все это все вместе должны будем решать. Вот это человечество поняло. Это очень правильно, это хорошо. Где-то, скажем, мы говорим, да, да, это вот сейчас ECG, говорят, да, ECG принципы. То есть, когда мы говорим, что да, сегодня компания оценивается не только по уровню прибыли, да, но и оценивается по экологичности, социальному эффекту и по управлению, как бы по эффективности управления. То есть, кроме того, что есть деньги, появились некие другие факторы, которые говорят, что оценивают KPI, как говорят, компании, да, то есть это вот другие вещи. Но эта вещь тоже превращается в деньги, вот тот углеродный трансгономичный налог, который вводит Европа, это превращение деньги в деньги вот этих вот как раз принципов. Давайте все вместе будем, значит, улучшать нашу планету, но давайте выплатить вот налог. Да, вот сегодня вот такая штука. Да, Денис Карлович, а вот не кажется ли вам, что вот, ну, вот это глобальное потепление, оно, с одной стороны, вроде бы доказанный факт, то есть, да, температура на один градус уже выросла, и говорят, там, если экстраполировать, то там и два градуса будет, и три градуса. Но, опять-таки, вот есть скептики, которые отпровергают эту теорию глобального потепления, называя, например, малоледниковый период, как свидетельство того, того, что природа сама там все это регулирует, сама, сама, и вмешательство человека ничего не стоит, там, по сравнению с этой могучей силой природы, и природа, в конце концов, все сама это дело урегулирует, но вот эта вот гонка, деньги, то есть, ESG, это экологи, social governance, эти все принципы, ESG, критерии, рейтинги, оценка промышленности предприятий по этим параметрам, они приведут к тому, что это может быть использовано как некий элемент конкурентной борьбы. Вот Европа, она богатая, она может себе позволить вот эти изыски в виде налогов, углеводородных налогов, и они выдержат, их экономика выдержит, а наша российская экономика, где у нас, извините, уровень жизни населения уже там 8 или 9 лет стагнирует, стоит на одном месте, мы упорно бьемся, чтобы поднять доходы населения, и сейчас на эту экономику обрушены вот эти трансграничные налоги, политика Европы, которая является нашим основным импортером наших углеводородных ресурсов, и мы приходим к тому, что они как-то, нас с нами так борются, что ли, или так нас пытаются, нас пытаются так затормозить в экономическом развитии. Они-то выдержат? Конечно, нет, то, что в этом есть политический смысл, это бессомненно, да, то есть без линзы можно увидеть, что действительно в этом огромный политический смысл, да, то есть, да, действительно, вот есть общепланетарная идея, есть, скажем, сохранение там планеты, там, улучшение, значит, окружающей среды, совершенно понятно, но в этом огромный политический, как бы сказали правильно, есть момент, то есть, конечно, Европа, страны, в которых нет запасов углеводородов, они говорят, да, надо будет, надо делать, потому что это естественный путь, они хотят независимость обрести энергетическую, да, то есть раньше, если был газ, мы каждый день это видим, да, вот, они говорят, нам русский газ не нужен, российский газ не нужен, нам потом говорят, ой, очень нужен, сегодня не нужен, завтра нужен, да, то есть, как бы определиться надо с этим делом, да, понятно, что они зависят от нас, да, они хотят стать независимыми, это очевидно совершенно, и они здесь, конечно, будут принимать всяческие усилия, чтобы от нас не зависеть, чтобы у них была энергетика совершенно независимая. И сделать это за наш счет. И сделать, да, понятно, что это сделать, вот давайте платить нам налог, а мы будем улучшать, да, конечно, сегодня, значит, мы думаем, зачем платить им, давайте мы просто, зачем мы вам платим, мы же, у нас вроде общая цель же, да, улучшить планету, вот, давайте мы это будем, деньги будем тратить на то, чтобы, скажем, действительно улучшить планету. В России будем тратить, будем сажать новые деревья, будем уменьшать углеводный след всей продукции, переходить на водород и так далее. Но будем делать в России. Ну вот пока это обсуждение такое идет. Да, это возможно. Есть масса людей, которые говорят, давайте в России введем этот налог, у себя будем его забирать и будем сами его использовать. Да, тоже правильно, но прежде чем это сделать, мы должны понять, а они, европейцы, примут наш, так сказать, вот эти вот системы налогообложения, скажем, примут ее как правильную. Тут тоже роль карбоновых полигонов тоже должна быть такая мощная. То есть мы должны доказать им, что да, мы все правильно делаем, и вы никак не откажетесь. Почему финский лес 5 раз больше секвестрирует углероды, чем российская тайга? Почему? Давайте померим, одинаково, оказывается, приняли Европу, принял наш от Сангиня. То есть надо все это сделать. Как бы принять. Понятно, что экономика, да, на экономику России, конечно, это будет влиять. Но поймите, это все случится не сегодня. Не сегодня экономика, энергетика станет безугодородной. Во-первых, то есть сегодня половина мира не имеет доступа, я так грубо сказал, это половина мира, наверное, больше намного. Не имеет доступа к дешевой энергии. То есть они болеют, умирают, дети погибают. Да вот это все происходит, не доедают. Потому что у них нет энергии. Если мы переходим к этой дорогой энергии, там, какой-то возобновляемой, да, сегодня, то эти люди обречены опять не получить эту энергию. То есть, в принципе, просто так вот сегодня решить все проблемы с бедностью, с голодом, с детской смертностью. Вот так просто невозможно. Нужна энергия. Эта энергия еще очень долго, вот эта энергия, углеродная энергетика, она долго еще будет работать. И более того, я думаю, что газ, газ это вообще благо, на самом деле. Если бы весь мир использовал бы газ, перестали бы использовать уголь, плохой уголь, использовали бы даже хороший уголь. Даже вот сегодня Китай, хотя они взяли обязательство до 60-го года, они там, так сказать, будут в балансе с углеродом находиться, со стороны, так сказать, да, они сегодня только начинают заменять плохой уголь на хороший. В мире около 40% электроэнергии генерируется из угля. Это сегодня. И мы хотим там быстро-быстро все это, вот как-то эти все источники, я не говорю про нефть и газ, да, уголь. Если бы мы сегодня смогли, скажем, только уголь заменить на газ, у нас бы колоссально упала эмиссия углекислого газа. Почему? Потому что теплотворность угля намного ниже, чем теплотворность газа. И потом в угле столько вредных веществ, кроме углекислого газа. Это тяжелые металлы, это радиоактивные металлы, это радиоактивные элементы, да. И масса других грязных вещей, которые сегодня, вот, они убрались в атмосферу, и люди этим дышат, умирает. Это канцер, там, огромные территории, это огромная проблема. Вот. Эту проблему надо решить. 40%. Откуда вы возьмете ветер? Вот сегодня в Европе ветра нет, да. Эти станции стоят, эти ветряки, да, они не вырабатывают необходимой энергии даже, да. На сушу, что называется, зима, осень холодная, да. А уже запредельные цены на газ. Да, цены на газ поднимаются. То есть, понимаете, это не произойдет сегодня. Конечно, России надо перестраивать экономику, это абсолютно понятно всем. Но не надо торопиться, как говорится, вот, да. Не надо бросаться какими-то вот словами, там, говорили, что вот давайте все это, вот, все это кончилось, давайте закрывайте эту контору, да. Нет. У нас сегодня миллионы людей задействованы в области вот этой вот углеродной экономики, да. Миллионы там. Только добыча угля, сколько у нас шахтеров, целых городов. Да, шахтеры. Ну, уголь мы производим, в основном, на экспорт. На металлургии и экспорт. Вот, ну, и металлургия, да, и экспорт. Вот, как бы. Да, то есть, у нас вот сегодня там более 35% бюджета формируется из нефтегазовых доходов. Понимаете, то есть, понятно, что если сегодня это все остановить и перекрыть, то, конечно, будет тазастрофа. Но я думаю, что этого не будет. Но, тем не менее, нужно этот переход осуществлять. То есть, энергетический переход, он и в России тоже состоится. Его нужно делать правильно, осознанно. Вот сегодня, буквально вот недавно вышла концепция водородной энергетики, да. Сегодня вот все говорят про водородную энергетику. Водород, 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 как энергоноситель. Да, действительно, это, в общем, удобная вещь. Мы его сжигаем, у вас из выхлопной трубы капает чистая вода. H2O. Здорово. Экологически чистая. Никакого там углекислого газа, ничего там. Двигатели совершенно эффективные. Но есть и оборотная сторона медали. Да. То есть, массы положительных эффектов. Да, наверное, мы к этому и тоже перейдем. И надо к этому переходить. Надо создавать эти двигатели. Надо генерировать водород. Надо все это делать, чтобы не отстать. Потому что, если мы, скажем, ладно, вы там занимайтесь своим делом, мы будем своим делом заниматься. Придет время, когда эти иглоницы закроются, и уже истощенная будет система, и все будут говорить, что ребята, вы что там делаете? И на самом деле, нам придется все равно этим заниматься. А технологии все у них опять. Мы покупаем у них технологии, опять начинаем водород производить. Да зачем? Надо в этом направлении двигаться. Тем более, что у нас возможности такие есть. И я думаю, что и университеты, и крупнейшие структуры в Российской Академии Наук объединяются вот такие большие консорциями, которые заниматься будут водородной энергетикой. Этим надо заниматься. Концепция утверждена, она есть. В ней прописаны все основные этапы концепции. Но это пока концепция такая, знаете, вот концепция такая, да. Не то, что какая-то такая программа, в которой будут там какие-то деньги выделяться, да. Это пока некие такие цели очерченные. Они вполне такие нормальные, вполне реальные. Их надо как-то реализовать, превращать в реальность. Вот. И надо двигаться. Я думаю, что газ, ну метан, природный газ, скажем, да, природный газ, не только метан, но, в принципе, метан, он будет использоваться в энергетике до конца этого века. Абсолютно, понимаете. Ну, если, конечно, не произойдет какого-нибудь такого открытия, например, открытие сверхводникового, очень дешевых, например. Или сделают какой-то холодный термоядерный синтез, да. Холодный, ну не знаю, холодный термоядерный синтез, может быть, я не могу сказать, да. Ну, какие-то другие неизвестные источники. Мы, может быть, темную энергию, может, приручим, да. Я не знаю, какие-то, может быть, всякое может быть, да, в принципе. Это все возможно, но если вот в обозримом, так сказать, значит, обозримая стратегия в том, что вот мы сегодня знаем и видим, да, то, что газ, он будет до конца века топливом, универсальным топливом. И это не самое плохое топливо. Вот сегодня говорят, вот зеленый водород, да. Зеленый водород, он не такой зеленый, у него углеродный свет достаточно большой. Если, конечно, вы его производите из гидроэлектроэнергии, или из ветрового электричества, или из солнечного электричества, да, он, конечно, довольно зеленый, но чтобы изготовить солнечные панели, чтобы там, скажем, что-то сделать, да, то есть углеродный свет у него все равно есть. То есть любой водород, он будет иметь углеродный свет, нулевого никогда не будет. То есть вы должны материалы произвести, то есть все это как бы будет. Поэтому стремиться к этому надо, делать это нужно, это очень важно. Но Россия должна идти своим путем, потому что мы отличаемся от тех других стран, которые сегодня говорят, вот давайте, 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 да. У нас огромная территория, у нас огромные биоресурсы, у нас огромные запасы углеводородов, в том числе газа. Там четверть мировых запасов газа находится в России. Это пока сегодня, если мы откроем другие месторождения, это будет больше. И кроме того, у нас сегодня огромная, развитая нефтегазовая инфраструктура. Огромное количество людей работает в этой сфере. Труопроводы гигантские, да. Если мы сегодня по этим труопроводам будем, например, транспортировать не только, скажем, метан или природный газ, но и водород какой-то смеси, да. Это тоже возможно. Мы можем производить водород, например, непосредственно в пласте. Вот мы сейчас написали проект, приоритет 2030, программа приоритет 2030, где мы предлагаем генерировать водород прямо в нефтегазовое месторождение, в пласте. То, что мы говорили, нефтепереработка под землей, сейчас мы создаем катализаторы нескольких типов, энергии мы создаем под землей, мы сжигаем сейчас нефть, углекислый газ, все остальные грязные компоненты мы либо оставляем там, либо закачиваем обратно под землю. А водород, сметану, мы добываем. Вот такие технологии тоже возможны. А это не опасно? Европейцы говорят, в чем опасность этого дела? Водород это, по сути, бомба. Нет, ну, знаете, водородная энергетика вся будет построена на том, что будет водород транспортироваться. Вы будете заправлять свою машину водородом. Что значит? Метан тоже опасный газ, как бы, да, тоже взрывается. Ну, здесь тоже, вот вы правильно заметили такую проблему. Очень многие специалисты говорят, да, водородная энергетика, это, конечно, хорошо, но это очень опасно. Потому что водород, сместить с кислородом, это гремущий газ, да, гремущая такая взрывчатая, очень сильно взрывчатая смесь. Вот. И проблема транспортировки, хранения водорода, она существует. Но ученые тоже, как бы, не сидят сложа руки, они создают эти технологии транспортировки и хранения водорода, то есть это и хранение в виде аммиака, там, да, это и хранение в гидридной форме, да, в металлах, это хранение, скажем, там, сжатом, сжиженном состоянии, разные варианты, так сказать, исследуются. И то же самое с транспортировкой. Вот. То есть в этом направлении тоже идет работа, потому что проблема водородной энергетики – это и создание, значит, генерация водорода, хранение, транспортировка и превращение его в какую-то энергию, либо в тепловую, либо в электрическую энергию. Это вот, значит, тепловые элементы, которые вот создают, значит, где у вас элемент, которым водород превращается, окисление, прикисление водорода, генерируется сразу электроэнергия, например, да, вы можете поставить его в водород, и у вас никакого ни дыма, ни запаха, ничего не горит, у вас там просто образуется электроэнергия, и ваш автомобиль там приятным образом бесшумно ездит на этой электроэнергии, которая производится этого но не одним водородом жива жива будущее энергетика будущее будущее общество то есть если ветровая энергия кстати вот до сих пор вот ну до сих пор ветряки то не научились производить свои импортируем китайские немецкие да и есть куда двигаться в этом направлении татарстане к сожалению роза ветров лабы и пока не могут нас полноценно это все запустить но ульяновский уже большой кластер сделали там прямо эти ветряки импортировали китайские поставили ветряки крутятся вот сейчас изучает какой приход от этих ветряков и стоит ли он того тех средств и энергии затраченные на правит вот этих ветряков найдется ли баланс может быть она отрицательный даже будет нет конечно заниматься потому что если мы этим заниматься не будем у нас ничего не будет как бы нам нужно в каждом из направлении от двигателей и солнечными тактики витровые и гидроэлектростанций до над двигаться вот одна очень интересная вещь такое наблюдение и наверное такой такой совет что не знаю вот знаете очень важно чтобы мы создали энергетические компании когда западе ведь нет нефтены нефтегазовых компаний если энергетические компания не так конца barreow экз Они становятся таким, потому что они производят энергию. Они добывают газ, производят энергию, продают энергию. В то же время на эти прибыли они создают возобновляемые источники, развивают эту науку, эти технологии. И когда это в одном кармане, здесь прибыльно, здесь убыточно сегодня, они это дело развивают. Этот баланс внутри компании соблюдается. К сожалению, в России мало энергетических компаний. Сегодня Лукойл объявляет, что она энергетическая компания. Действительно, они производят на юге России, в Западной Сибири, они производят довольно большой объем электроэнергии, который для себя используют, в том числе даже продают население и торгуют. Но наши компании в основном энергию производят. Я обратил внимание, те же газохимические компании, это в основном идет переработка газоэлектростанций, ставят для обеспечения своих внутренних потребностей. Все компании нефтегазовые, они для себя производят энергию в каком-то объеме, в каком-то объеме покупают. Но было бы хорошо, если бы это какие-то большие консорциумы, холдинги объединялись с компанией, либо даже сливались с компанией, чтобы они вместе в этом направлении работали. То есть цель была как бы одна. Потом вы сказали разные виды энергии. Я один парадокс такой приведу. В последнее время огромный объем древесных пилетов мы продаем за рубеж. Этот объем все время увеличивается. А знаете, в чем проблема? Вот когда, если мы будем топить электростанции дровами, то у нас будет нулевой углеродный след. Знаете об этом? Вот дерево. Оно выросло. Оно вот сегодня из-за нашей атмосферы взяло углерод. Вы имеете в виду входящий? Да, мы его сжигаем, тот же самый углерод обратно выделяем. То есть мы как бы, когда мы достаем углерод из-под земли, мы добавляем в атмосферу углекислый газ, который бы не было в обороте. Мы добавляем уголь, нефть, газ. Понятно, недры же не могут перерабатывать углекислый газ. Нет, ну да. А вот когда мы топим дровами, как бы мы баланс не нарушаем. Вот в этом интересная вещь. Все эти страны, европейские страны, другие страны, развитые страны, они покупают в России, не только в России, в Канаде покупают, в других странах покупают большое количество дров, по сути дела. То есть получается, мы когда жарим шашлыки, мы в гармонии с природой находимся. Шашлык, у вас углеродный след огромный. Потому что это животноводство, то, что мясо произведено, это след довольно большой у вас. Вы, скажем, используете энергию, да любой продукт, любой, вот любую вещь возьмите, да мне углеродный след. И сегодня задача состоит в том, чтобы, скажем, и ученых, и экономистов, и специалистов, чтобы для каждого товара, для каждого предприятия, для каждой республики, для каждого региона, почитать, а какой у них углеродный след. То есть вот это очень важно. Это будет считаться, это будет какая-то такая компьютерная большая модель, которая изменилась, что-то поменяли, там почитали. И вот это все будет в таком компьютерном виде считаться и представляться. Я думаю, что это довольно скоро будет такая система. И вы должны знать, какой углеродный след в каждой вещи. И работать над уменьшением. Да, уменьшением. Как это вот, вы если электроэнергию берете из ветряка, у ветряка уже есть углеродный след, но у вас электроэнергия, она уже с меньшим, чем вы из станции, которая за счет угля произвела эту электроэнергию. Ну вот с драмой такой парадокс. Просто я говорю, когда люди сжигают, говорят, вот вы выделяете углекислый газ. Ничего подобного. Когда вы сжигаете дрова, вы возвращаете в атмосферу углерод, который вы оттуда взяли. На самом деле. У вас нет как бы... Вы не являетесь эмитентом вот этого углекислого, парникового газа дополнительно. А когда берете из-под земли то, что ископаемое, вот да, вот тут вы уже враг. Ну вот даже говорят, есть такое мнение, что самый, оказывается, страшный загрязнитель окружающей среды, это как ни странно сельское хозяйство. Это коровы, это все, что травоядные животные, они жуют, соответственно, у них продукты жизнедеятельности выделяются, и эмиссия вот этих продуктов в атмосферу вносит гораздо больше, чем там вся нефтегазовая металлургическая промышленность. Ну да, ну, понимаете, это тоже надо оценивать. Есть такие оценки, разные оценки. Ну, например, сегодня огромные территории в мире, ну, как бы не оценены. Они оцениваются в основном по спутниковым данным. Сегодня практически каждая развитая страна имеет свой спутник, не один, а то и по пять, по десять спутник, которые могут определить, скажем, эмиссию углекислого газа, метана, других газов. И вот на этой почте, на основе этих данных можно оценить, скажем, в целом. Но сегодня вот перед нами, опять-таки, возвращаясь к карбоновым полигонам, стоит задача, скажем, оценить, а как вот сегодня создано девять полигонов, а сколько мы углекислого газа выделяем, сколько поглощаем. Вот это все нужно определять на месте, а потом уже согласовываться со спутниковыми данными. То есть вот в России мы сегодня создаем девять полигонов. На самом деле их должно быть девяносто, может быть. Даже и больше. Даже больше. То есть территория России настолько огромная, и это вот целая громадная проблема, она интересна. Раз в мире интересно, раз это связано с деньгами, это экономика. То есть, по сути дела, это новая экономика, на самом деле. То есть это, я даже говорю, что когда вы считаете для каждого товара углеродный след, это другая экономика, понимаете? Это другие факторы влияют на цену вашего товара, на эффективность вашего производства, да? То есть по-другому все оценивают. Это на самом деле новое мышление. Почему я говорю, полигон, вот карбоновый полигон, он научно-образовательный. Мы еще должны детям, студентам, школьникам, начиная там, я не знаю, с детского усадника объяснить, что вот мы живем на одной планете, ребята, вот это вот мы все делаем. И на самом деле это новая идеология. Это очень большая такая огромная задача, проблема, которую мы все вместе должны решать. А вдруг вот удастся доказать, что Россия настолько хорошо, больше имитирует, наоборот, больше абсорбирует весь этот углеводородный след, все эти углеводородные нехорошести, больше чем выделяет. То есть у нас огромная тайга, огромная территория. И вот наши карбоновые полигоны, они докажут, что нам платить должны во всем мире. Знаете, ну да. А не мы должны им платить. Это такое небольшое заблуждение. Оно двух, почему, я приведу два фактора, почему это немножко заблуждение такое, да? Ну, это не то, что заблуждение. Во-первых, мир говорит, вот все, что природа просто так производит, это не считается. Это первое. Но с этим можно соглашаться, можно не соглашаться. А с другой стороны, вот у вас растет лес, вот он растет, поглощает, да? Потом и деревья падают, гниют. Там оборот-то такой. Если у вас накапливаться, может, в почве, вот очень важно почву иметь в виду, да? То есть, в почве может количество углерода увеличиваться в почве. А то, что деревья растут, потом гниют, это все обратно возвращается. То есть, можно сказать, что у какого-то леса баланс нулевой. Просто нулевой. То есть, в почве не увеличится количество углерода, а углерод поглощается и обратно выделяется. Но мы можем так ухаживать за этим лесом, во-первых, чтобы он не горел. Когда вот эти миллионы гектаров леса сгорят, это вот такой импульс в атмосферу будет углекислого газа. Чтобы вот этот баланс был положительный по поглощению, нужно его специальным образом ухаживать. Вот этим будет заниматься карбоновый полигон и карбоновая ферма тоже. Вот тогда, когда мы сюда вложим какие-то, создадим эти бизнесы, тогда мы дерево срежем, отправим его, скажем, мебель из него сделаем. И продадим там в Финляндию, в Америку там продадим. Эта мебель будет служить 50 лет. То есть, мы задержим возвращение этой. Потом она будет специально утилизироваться, например. Ее будет обжигать безвоздушно, без кислородной среде, превращать такие маленькие частички углерода, которые мы положим в пахотные земли, которые впитаются. И процент 30 этого углерода останется в атмосфере, остальное окислится. Мы таким образом будем создавать на наших сельскохозяйственных почвах черноземы, где будет урожай повыше. То есть, если таким путем идти, специально углерод куда-то девать, не сжигать его, не возвращать обратно в атмосферу, тогда у вас секвестрация будет повышенной. Тогда вы получите льготы, которые вы сможете на биржах продавать. Но это нужно специально делать. Такая же и политика. Сейчас очень актуальная проблема в мусорной переработке. То есть, вводятся стандарты в ведущих странах, например, в той же Германии. Вторичная переработка занимает уже 60% от выбрасываемого мусора. Это самые лучшие показатели. И здесь тот же пластик. Он обратно возвращается. Пластик вы его из-под земли взяли в герой? Нет, сначала его взяли из-под земли. Он был первичным пластиком. Значит, его отпустили в экономику, попользовались и потом сдают на переработку. И карбоновый след уже от этого пластика, он уже гораздо меньше, чем когда его доставали. Да, это вторичная переработка в разы экологичнее. Получается экологичнее. И карбоновый след здесь практически... Он был уже зачтен на первом этапе. И сейчас достаточно жесткое требование ведущих производителей именно к проблеме утилизации своих отходов. Запрещают полиэтиленовые пакеты, переходят на биоразлагаемые материалы. Пластик ведь 400 лет, ведь да, гниет пластика, пока не разложится. Ни кто не пробовал, никто не знает. А по экспериментам получается, что несколько сотен лет он должен возлагаться. Через 400 лет узнаем, да, точно. Но уже вот эта вся система, она самозатачивается именно на рециркуляцию, на кардинальное снижение углеводородного следа. И карбоновые полигоны, это, наверное, только первая ласточка еще, когда действительно начнутся полноценные исследования, полноценная промышленность возникнет на этой основе. Вот пока в России у нас вторичная переработка крайне маленькая, вот того же мусора, там, вот у нас, например, в Казани, ну, порядка сейчас 7-8% всего идет на вторичную переработку, и рынок лихорадит, то есть в зависимости от того, например, ну, тот же пластик, один год он дорогой, есть смысл его покупать, перерабатывать. Один год он упал, вот, и, соответственно, на каждом предприятии сейчас, вот, да, сейчас это прям повальная эпидемия, ЕСГ, вот эти стандарты, ЕСГ-критерии, ЕСГ-рейтинги, выпускаются различного рода зеленые облигации под именно проекты, связанные. Все движется, движется, и хорошо, что наш Казанский федеральный университет в русле всего этого и работает над именно вот этими проблемами. Но, опять-таки, опять-таки, вот вы правильно говорите, можно гоняться за где-то зеленой экономикой, но ведь то, что у нас сейчас есть, от него же тоже нельзя. Конечно. И вот надо развивать и нашу нефтедобычу, и нефтепереработку. В том числе уменьшая углеродный след этих процессов. Безусловно, безусловно. Даже вот простой пример от нефти, если сравнивать, ну, давайте вот возьмем, там, 70-80-е годы, родники отравленные были, пить невозможно было, фанила, ну, радиоактивное было загрязнение, потому что все-таки нефть, она из глубины идет, а там радиоактивный фактор. Народ, видите, постоянные были, разливы нефти, это вот сейчас любой разлив, вот как мышление-то изменилось, на уровне даже государства. Мы были свидетели, когда вот Лукойл, там, или были другие компании, где были разливы, нефтеразливы. Если раньше вообще даже про это не обращали внимания, ну, подумаешь, там, тайге какой-то, там, ну, разлили, там, там же резервуар всего-навсего, один резервуар протек, а уже внимание общества, внимание президента, Путин, как жестко на это все отреагировал, общество меняется. И вот борьба именно за природу сейчас, она действительно вышла на передовой рубеж, природа, берегите природу, мать твою, как раньше на значках писали, шутливо. Но это не пустой лозунг, а уже полноценный. И даже вот сейчас идут выборы кандидатов в Госдуму. И я заметил, когда читаешь любую предвыборную программу, обязательно тема экологии присутствует. Никто эту страну не обходит. И кардинально вот даже 10-15 лет назад такого не было. И все эти карбоновые полигоны, карбоновые фермы, которых должно, наверное, больше быть, они все-таки большой, должны уносить вклад в это дело. И еще вот такой вопрос, Данис Карлович. Вот мы говорим о высоких транзакционных издержках всего этого дела. Понятно, что это дорогое удовольствие. Мы уже говорили, что вот я вчера читал доклад Внешэкономбанка, который сказал, что российская экономика просто понять это не может. И все-таки я там цифру называл 15 триллионов рублей в год мы должны тратить, чтобы декарбонизация у нас произошла полноценная. Карбоновый след почти к нулю. Но это уже почти 75% российского бюджета. Но очевидно, что даже эти называемые цифры, это цель, ориентир, к которому надо стремиться. И хорошо, очень хорошо, что у нас Казанский федеральный университет в этом во всем участвует, что есть активная работа, что есть карбоновые полигоны. Хочется пожелать еще раз больших успехов в этом направлении. И не только Института геологии и нефтегазовых технологий, но и всем смежникам. Всему университету, да? Всему университету, потому что это междисциплинарная, и, насколько я понимаю, там будут задействованы не только сотрудники курируемого вами института, но и других институтов Казанского федерального университета и даже какие-то другие партнеры, не относящиеся к Казанскому федеральному университету. В общем, удачи вам, успехов. И на этом, на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу беседу с нашим интересным собеседником, с Нургалеевым Денисом Карловичем, проректором по направлению нефтегазовых технологий, доктором наук, профессором, директором Института геологии и нефтегазовых технологий. А с вами был журналист КФУ Бигбов Альбят. До свидания.